Привет! В этом видео я покажу, какие дорогие монеты Украины мне попались на сдачу этим летом и какие я купил у подписчиков для своей коллекции. Хотите разбираться в монетах Украины и больше таких видео? Просто поставьте лайк и поделитесь видео в социальной сети. Ну что, начнем с того, что я купил. Это 11 монет номиналом 50 копеек донецких фальшаков. Да, это реально подделка тех времен. Их делали потому, что это было выгодно. Когда гривну вводили в 1996 году, курс к доллару был почти 2 гривны за 1 доллар. Сейчас эта монета встречается не так часто. Ее цена от 80 до 150 гривен, так просят на аукционах на эту монету сейчас летом. Как можно определить, что это фальшивая монета? В пятой грозди калины мы видим ягоды в виде улыбки. По остальным признакам монета не отличается от 50 копеек 1992 года. Если вы обнаружили у себя такую монетку, поздравляю, монетка не часто попадается. А если вы нумизмат и у вас нет этой монеты в коллекции, советую прикупить именно летом. Следующая монета номиналом 50 копеек 1994 года более грубый фальшак. Я тоже купил ее у подписчика. Если у вас есть монеты с редкими годами, я готов купить у вас для себя в коллекции. Мой телеграм в описании к видео. Здесь мы видим имитацию штампа монеты. Напишите в комментариях, если узнали какой штамп. Видим, что насечки на гурте вообще очень плохо получились и их совсем не видно. Эта монета обошлась мне в 285 гривен, хотя реально она нечасто и может доходить до 450 гривен в зависимости от спроса. Монет 1994 года у меня в коллекции фальшаков еще не было. А вот такие фальшаки у меня есть. Кстати, полное видео есть на канале, ссылочки в описании, посмотрите. Некоторые монеты специально ухудшали в состоянии, чтобы было сложнее определить, что это фальшивая монета. Как видите, на этой монете как раз это отработали. Но эти монеты производились не на монетном дворе. Вот такая вторая монета, довольно тоже интересная. И советую положить себя в коллекцию, если вам интересны подделки украинских монет. Следующие две монеты, которые я купил, это 1 гривна. 1996 года с остатками штемпельного блеска. У меня была 1 гривна с остатками блеска. Вот как раз я сейчас вам ее показываю. И это тот вариант монет, который стоит откладывать в коллекцию. Вот эти две монетки я купил себе по цене 200 гривен за штуку. Ну, вообще монеты 1996 года можно купить от 60 где-то до 100 гривен. Ну, это обычное состояние. Иногда их могут мыть, чистить и может даже как-то патинировать. И монета приобретает другой цвет, но это не дает какую-то дополнительную стоимость этой монеты. К сожалению, и не покупайте монеты в сильно плохом состоянии. Кстати, вот эту монету мы выявили с Алиной в переборе мешка монет из банка. Загляните на видео, мне кажется, оно получилось очень такое яркое и живое. Ссылочка будет в описании. Открывать? Да, распаковывать. Ура! У нас теперь распаковка. Я буду распаковывать. Отпыку. Еще с этого перебора я отложил две монеты. У них был приятный сохран с остатками штемпельного блеска. Вот можно посмотреть. В принципе, я думаю, эти монеты в перспективе также будут набирать в цене. У Загребы цена доходит до 100 гривен до монет в штемпельном блеске. Следующая монета, которую я купил у подписчика, это 1 гривна 1995 года. Сейчас такая монета стоит порядка 600-800 гривен за монету. Конечно, пик у нее был порядка 1500 гривен. Думаю, рост цены будет однозначно, так как интерес к украинской нумизматике продолжается. Каждый день появляются новые-новые коллекционеры и авторы каналов про монеты Украины на YouTube. Это очень круто. А еще монетки, которые просто попались мне на сдачу в транспорте, это впервые 50 копеек 2018 года. Напишите, попадалась ли она вам, эта монета. И две монеты 1995 года. Сейчас их цена приблизительно 30 гривен за одну монетку. Почему-то 1 гривна 2019 года в новом дизайне мне еще не попадалось. Но я всегда просматриваю мелочь в ожидании, когда же она мне попадется. Кстати, как вам? Берете на сдачу эти монеты или, как я, пытаетесь избавиться от них при первой возможности? Спасибо, что посмотрели это видео полностью. Удачи в поиске редких монет Украины. Если что, пишите мне в Telegram, пишите комментарии. Я всегда им рад. И всем счастливо. Пока-пока.